и всем привет меня зовут лена крупина и сегодня в видео мы обсудим все последние новости из мира художественной гимнастики думаю многие из вас в курсе что я активно веду телеграм-канал и там новости о гимнастике выходят каждый день и очень много в целом там наверное все что происходит в нашем мире обязательно отражается но сколько бы я не спрашивала людей и вас в том числе вам все равно больше нравится видео подборки с новостями поэтому для тех кто по-прежнему любит только youtube обсудим все самое интересное формате видео так видео поговорим о секретах которые раскрыла яна кудрявцева о решении фиш по допуску россии и белоруссии о новых подробностях спорного образа лалы кромаренко о завершении карьеры баряна колейн и других не менее интересных фактах из мира гимнастики но чтобы ничего не пропускать обязательно подписывайтесь на мой канал но начать хотелось бы с одной из самых важных тем предыдущем видео мы с вами обсуждали допуск российских и белорусских гимнасток на международные старты и если помните итог был таков что именно международные федерации каждого вида спорта будут в итоге принимать решение так маринари ватанебы президент международной федерации гимнастики куда входит и наша художественная рассказал что понимает и поддерживает украину с политической стороны но напомнил что спорт должен быть вне политики и он должен стремиться к миру даже когда правительство и солдаты находятся в состоянии войны поэтому он поддерживает украинских гимнасток и защищает права российских и белорусских то не причастен к войне так он обещал что вопрос допуска будет окончательно решен для гимнастики на следующем заседании исполнительного комитета фиш который состоится уже совсем скоро с 12 по 13 мая так думаю можно сделать вывод что будет вынесено решение о допуске с какими-то ограничениями учитывая слова президента фиш хотя безусловно решать будет не он один а весь исполком но учитывая его позицию думаю что большинство его поддержит и наши гимнастки уже смогут выступать и на мировых турнирах в ближайшем будущем по крайней мере я очень на это надеюсь а пока гимнастки сборной россии продолжают находиться в подвешенном состоянии с турнирами мы часто их видим не только на различных концертах но и в съемках для разных проектов кто-то позирует для личных фотосессий а кто-то снимается в рекламных проектах так например анастасия гузенкова снялась для бренда sales sport мне особенно понравилось видео в голубой форме с лентой но и эти прикольные штучки со сменой образов вышло большое интервью с яной кудрявцевой где она рассказала много всего интересного о своей настоящей жизни прошлой и мнению о некоторых вещах из-за чего после интервью всплыло довольно много обсуждений из самых горячих тем стало мнение яны о победе линой ашрам на олимпиаде в токио я думаю если вы смотрите мои видео то скорее всего для вас эта информация не новая так как я она уже высказывала свое мнение так по ее словам даже несмотря на то что она не разбирается в карточках и оценках по ее ощущениям программы линой ашрам в токио ей показались более сложными и насыщенными а про честность судейство она сказать ничего не может так как в этом не разбирается но что особенно удивило некоторых что я набросила фразу что ей сказали что у линой была выше сложность а раз яна из мира российской гимнастики вряд ли ей сказал кто-то кто не разбирается в этом а значит в окружении и российских гимнасток есть убежденные люди что линой победила вполне справедливо также я она объяснила почему не слушала что и говорит ирина александровна винер перед выходом на соревнованиях так обычно на всех стартах я она выводила ее личный тренер елена львовна корпушенко однако на чемпионате мира который был в киеве и был первым для яны и и выводила ирина винер однако я на старалась пропускать большинство слов мимо ушей так как боялась что это ее собьет потому что просто не знала что ей будут говорить еще чем мне лично очень понравилась фраза что ведущая спросила у яны не боится ли она это все говорить в эфире на что я она сказала что ирина винер всегда любила яну за ее честность но и вспоминая киев и первый чемпионат мира я на припомнила и об очень забавном случае я на и маргарита мамон жили в одной гостинице а ирина винер в другой в один день она позвала их на завтрак и во время него смотрела на то как девочки едят сырники и говорила как приятно когда худенькие девочки кушают а на следующий день яна и рита проиграли финал с обурчем после чего ирина александровна кричала на девочка словами цитата я вам эти сырники в жопу запихаю после девочки выиграли остальные финалы и вечером она позвала их покушать рыбку однако девочки уже отказались сказав что поедят у себя в целом интервью много и других довольно интересных историй так что для тех кто соскучился паяни однозначно рекомендую 8 апреля состоялся традиционный фестиваль алина в этом году он приехал в сочи в академию небесная грация алины кабаевой и по ее словам теперь всегда будет проходить здесь эфира мы пока не видели но по кусочкам интервью можно сделать вывод что было что-то очень масштабное и шикарное на мероприятии присутствовало множество известных гостей не только из мира гимнастики но и и звезд эстрады единственный человек который не присутствовал и звезд на мероприятии это ирина вина алина кабаева в одном из интервью упомянула что приглашала ее но видимо не получилось интересно что стало важнее такого большого праздника которая навсегда с радостью посещала в москве ну и еще удивительный факт что лала кромаренко не приехала на фестиваль учитывая как она любит алину кабаеву и здесь две мысли либо она слава богу лечит свою спину и восстанавливается либо ирина винар не отпустила и они готовятся к чему-то большому я все-таки надеюсь на первый вариант но когда же мы с вами сможем посмотреть фестиваль алины если вспоминать опыт прошлых лет то вероятнее всего мы с вами увидим в эфире концерт к дню защитника отечества в любом случае будем ждать анонсы может порадует и в майские праздники но чтобы не пропустить информацию подписывайся на мой телеграм-канал или другие соц сети все ссылочки по традиции есть в описании а пока гимнастки сборной россии беларуси не выступают на мировой арене мы все больше знакомимся с гимнастками из других стран и их приколами так на этапе гран-при в тие гимнастки испании полина березина и альба баутиста выходя на пьедестал совершили довольно милый обряд у нас уже куча версий что это значит выиграли вкусно поедим как кушать хочется или ритуал удачи пишите в ваши варианты в комментариях что это за милый момент и что он значит на нашем человеческом языке иностранные гимнастки продолжают удивлять представительница канады кармель калема которая в целом радует зрителей взрослой гимнастикой в этом году удивила еще и музыкальной подборкой под свою постановку в упражнении с мечом она использует в качестве фонограммы свой голос и известную композицию звучит это очень необычно пишите в комментариях как вам такой подбор музыки но стеляна николова удивила всех своим купальником который долго обсуждали и разгадывали пасхалки которые она оставила для нас стеляна выступает в булавах под кайвер хита элвиса пресли ее купальник вдохновлен образами элвиса пресли и его клипом тюремный рок также на купальнике в виде тюремного номера на спине указаны цифры 1729 их тоже много обсуждали что они значат сначала были мысли что это тюремный номер как у элвиса пресли в клипе однако у него там цифры другие затем фанаты нашли информацию что в 1992 году вышли марки винсет скотт 1729 посвященные 15-летию со дня смерти элвиса пресли а еще чуть раньше в 1978 году вышла газета которая была под этим же номером и в которой были опубликованы рассказы об элвисе пресли так эти цифры однозначно связаны с жизнью и деятельностью великого исполнителя сама стелена николова прокомментировала что и для нее эти цифры волшебные и в первую очередь потому что при сложении получается единица очень сильное число приводящие к победе будем следить в теории во всех финалах с булавами стиля на теперь должна выигрывать я очень люблю когда в купальниках или упражнениях можно следить подобные вещи мне кажется это привлекает внимание к спорту и заинтересовывает пишите в комментариях что вы про это думаете и нравится ли вам такие вещи но не все иностранные гимнастки удивляют радостными новостями так баряна колен гимнастка болгарии порадовала неприятными новостями с последнего турнира на котором она должна была выступать она снялась и менеджер сборной болгарии дала интервью после которого все заговорили о том что баряна и вовсе может преждевременно закончить карьеру так бронемира маркова рассказала что баряна себя чувствует хорошо однако после первых стартов она была вынуждена прервать тренировки и сейчас от нее все ждут решения будет ли она приходить в полноценную форму или сдастся невиана владинова высказала мнение что баряна сейчас проходит тяжелый период с которым сталкиваются все лидеры баряна сомневается что сможет вновь стать лидером и вернуть свою форму после всех болезней травм которые на нее напали так видимо для баряны колен сейчас переломный период и она и ее окружение не знают будет ли она продолжать или будет завершать карьеру в любом случае будем ждать подробностей баряна колен эту ситуацию пока никак не комментировал но вот гимнастка израиля дарья атаманов которая вместе с баряной колен переживала долгий период восстановления наконец-то вернулась к полноценным тренировкам и сняла сапог для тех кто пропустил даша почти полгода восстанавливалась после травмы которую получила перед чемпионатом мира в прошлом году а на нее делают большие ставки учитывая что до этого она выигрывала чемпионат европы сейчас все ждут ее возвращения и с любопытством будут наблюдать на какие места она замахнется после такого перерыва тренеры обещают ее выступление уже в баку на кубке мира в мае также всплыли и другие интересные истории в мире гимнастики в инстаграме у джульетты канталупи который она кстати довольно активно ведет появилась фотография с благодарностью на фоне израильской арахисовой закуски бамба всем конечно же стало интересно что это значит в итоге выяснилось что джульетта канталупи очень любит эту закуску а израильская команда об этом в курсе и на каждую их встречу привозят любимое лакомство итальянскому тренеру очень много и долго все обсуждали образ лалы кромаренко с которым она выступила на одном из турниров в москве было много вопросов и недопониманий но вышедшее интервью наталья долотов визажиста сборной россии разъяснила ситуацию так перед турниром лала написала наталья что хочет всех удивить так и не накидывали идеи обсуждая и покраску волос в рыжий или блонд а потом лала спросила красила ли визажист когда-нибудь волосы акрилом на что наталья ответила что нет но в теории должно быть все хорошо так в 11 вечера тему закрыли а на следующий день лала приходит с серебряной головой которую она покрасила сама акрилом так теперь мы знаем что лали на желание было исполнено и она всех однозначно удивила и они даже спустя время продолжают говорить ну и завершить наше видео с подборкой новостей хотелось бы официальным заявлением екатерины селезневой о завершении карьеры в целом это очень странно сначала катя почти год не выступала и уже все начали обсуждать что она больше не вернется затем вышло интервью на канале куда приходят только гимнастки завершившая карьеру и все уже были убеждены что она завершила однако завершение прямых вопросов не было и постов и новостей тоже и потом спустя еще несколько месяцев катя уже созрела и написала у себя в инстаграме что все-таки завершает карьеру вспоминая недавнее интервью я на кудрявцевой где она прямо сказала что их просят подольше не говорить о завершении карьеры теперь этому в целом есть объяснение почему гимнастки порой по несколько лет не говорят о том что завершили карьеру ну а катя селезнева оставила в гимнастике прекрасный след и большое количество фанатов своей гимнастике по всему миру на данный момент она продолжает работать тренером и из гимнастики далеко не ушла пишите в комментариях чем вам запомнилась катя за весь ее спортивный путь но мы с вами прощаемся и помните что я вас всех очень сильно люблю и пока пока